Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Барнаульский аэропорт бьет рекорды посещаемости. Чем еще показателен этот год, говорили в Краевом Минтрансе. Они носят в обуви пробки от бутылок и даже их не замечают. Как проявляет себя диабетическая стопа и на что нужно обращать внимание. О жизни и будущей профессии на прямой разговор со школьниками вышли спортсмены и правоохранители. 11 лет колонии строгого режима запросила прокуратура для бывшего замминистра строительства и ЖКХ Края Андрея Голубцова. Его обвиняют в получении взяток. Суд идет почти полтора года. Напомним, 11 апреля 2020 года Голубцов подал в отставку по собственному желанию. А недели позже был задержан. По данным правоохранителей, бывший чиновник получил две взятки общей суммой около 2,5 миллионов рублей. И за это одобрил поставку семи неликвидных квартир в Бийском селе Лесное, которое приобрели для предоставления детям-сиротам. Также речь идет о заключении двух контрактов с одной из компаний на ремонт объектов теплоснабжения в Зминогорске. Обвиняемую вину не признал. Прошло уже около 60 заседаний. А бывший глава Калманского района Сергей Бунет обвинен в незаконной выплате премии себе и другим лицам, сообщает сайт Банкфакс. Разбирательства начались еще в январе. Однако фигурантом дела он не был. В августе с него взыскали около 100 тысяч рублей. Но позднее выяснилось, что были и другие начисления. Общим ущербом около 800 тысяч рублей. С 12 ноября глава ушел в отставку по собственному желанию. В Министерстве транспорта Алтайского края рассказали об итогах работы в этом году. Закрытое небо, коронавирус, обмеление Аби. Несмотря на все обстоятельства, ведомству удалось закончить год даже с рекордными показателями. Например, Барнаульский аэропорт в этом году принял небывалое количество пассажиров. Подробнее в сюжете. Таких показателей еще не было в истории воздушной гавани Барнаула. За 10 месяцев этого года аэропорт обслужил 539 тысяч человек. В Министерстве транспорта края рекордные показатели объясняют геополитической ситуации. Накануне в ведомстве подвели итоги года. Если по цифрам порассуждать, если раньше перевозилось полмиллиона тех и тех внутренних пассажиров и внешних, сейчас только внутренних будет 600 тысяч. Сегодня заграничные перевозки, как знаете, закрыты. И Алтай снова становится точкой притяжения наиболее интересным для пассажиров. Мы всегда были аэропортом, скажем так, 500-тысячником. То есть выше 500 тысяч не поднимались, 530 у нас был максимум, падали потом до 278 тысяч в период коронавируса. Но вот октябрь показал очень интересный результат. В ведомстве напомнили, что сегодня ведется работа над проектом по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта. Он позволит увеличить здание с 4000 квадратных метров до 8. Завершение строительства запланировано на 26-й год. Что касается субсидируемых маршрутов, Росавиация уже утвердила их список на следующий год. Для жителей региона будут доступны льготные перелеты в Новосибирск, Казань, Омск, Екатеринбург, Красноярск. Кстати, рекордные показатели удалось достичь и на воде. Водный транспорт края перевез более 1 миллиона 179 тысяч тонн груза. В министерстве сообщили, что сейчас для региона строится специальный земснаряд стоимостью 1 миллиард рублей. Судно позволит проводить дно губительной работы, увеличивая объем грузоперевозок. Запуск ожидается на 2024 год. Для каменных грунтов предназначен такого земснаряда нет. Производительность 700 тысяч кубов в час. Поэтому будем работать теперь еще и на Катуне. У нас там участок, у нас там точка роста. Бийский гравийно-песчаный комбинат – один из участников соглашения. Это еще одна из положительных, больших, скажем так, транспортных достижений этого года. Еще одно достижение – ускоренный поезд Барнаул-Славгород. Первый рейс отправится 12 декабря. Как будет называться поезд, пока неизвестно. Расстояние между городами – 395 километров. Время в пути – 6,5 часов. Пассажирам будет предоставлено три класса. Стоимость проезда в первом – 1160 рублей. Более экономный вариант обойдется в 677 рублей. Также для студентов будет действовать скидка 50%. Безопасно относительно автобусов дешевле. Мы надеемся, что вот это новое направление, она как бы вдохнет определенную жизнь в ту степную часть края. Почему? Потому что если кто-то ездит туда родом и учился в свое время, то студенты с удовольствием пользовались поездами. Почему? Потому что утомительная дорога, тоже непростая, учитывая наличие курортов определенных. Напомним, сегодня из Барнаула уже можно уехать на ускоренных поездах «Калина Красная» из Барнаула в Бийск и просторы Алтая – маршрут Барнаул-Рубцовск. Каждый месяц услугами пригородных поездов пользуются 70 тысяч пассажиров. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Часть мобилизованных из Алтайского края отправили на спецоперацию. Об этом сообщает сайт «Бийский рабочий» со ссылкой на телеграм-канал общественной организации «Добрая воля-22». Там написали, что некоторые мужчины, которые проходили в Омске боевую подготовку, отправились в зону проведения СВО. Подробностей не уточняется. Жители края уже могут отправлять вопросы для прямой линии губернатора Виктора Томенко. Она состоится 23 ноября. И это будет его второй разговор с жителями края в таком формате. Первый прошел год назад и продлился 2,5 часа. Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи в аккаунте краевого правительства во ВКонтакте под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора и Алтайского центра управления регионом. Кроме того, в каждом городе и районе будет работать свой телефон, где тоже можно задать вопрос. Номер для жителей Барнаула вы видите на своих экранах. Звонки уже принимают в будни с 10 до 17 часов. А вопросы в соцсетях можно задавать круглосуточно. Я бы лично спросила, когда закончится ***. Я бы вот об этом спросила. Я бы спросила, когда у нас на Яровом сделают хорошие дороги. Не только вот это вот центральные где-то, знаете, где много скопления машин, людей. А вот пойдешь в ту сторону, там вот я говорю, в этом старом поселке, вот эти вот дороги, они разбитые напрочь. Еще бы спросила, когда деревни, у деревнях свет будет на улице. Мы живем в деревне, и у нас это прямо первоочередная проблема. Дорогу нам сделали, я бы ему сказала спасибо за это. А что за деревня у вас? Алтайский край, Усть-Пристанский район, село Елбанка. Все, что сейчас происходит в стране, меня больше всего волнует. Когда это закончится? Ну, что губернатор, навряд ли даст ответ. По данным Минздрава России, каждый 15-й россиянин страдает диабетом. В рамках страны это около 10 миллионов человек. И с каждым годом растет смертность от этого заболевания. В том числе и за осложнение, которое называют синдромом диабетической стопы. Что это за болезнь и чем она так опасна, узнавала Юлия Щепина. У Натальи Чупиной сахарный диабет забрал ногу. Семь лет назад у нее появились язвы на стопах. А этой осенью врачи приняли решение об ампутации. Хотели сначала ниже колена, но когда уже на операции посмотрели, все там развалилось, рассыпалась вся кость и убрали выше колена. Конечно, я и нарушала диету. Надо очень тщательно следить. Ну, работала очень интенсивно, работала. И не всегда бывало, что прям четко мерила и соблюдала. В общем-то, я сама, конечно, виновата. Синдром диабетической стопы – одно из осложнений диабета. Он поражает артерии, нарушается кровоток. Удаление всего лишь пальцев врачи считают большой удачей. Это такое коварное заболевание. Нервы умирают. Они ничего не чувствуют. Поэтому у нас даже была коллекция, она, к сожалению, во время переездов из больницы в больницу была утеряна. С чем пациенты ходят у нас в обуви? Там были кусочки колючей проволоки, зажигалки, пивные пробки. Ежегодно в больницу обращается около 700 больных диабетом. Половину из них отправляют на ампутацию на уровне голени или бедра. Поэтому врачи рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью, не запускать такие симптомы, как волдыри и язвы. А еще, считают врачи, было бы здорово в каждом районе создать школу диабетиков. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Стая беспризорных собак на улицах замечают славгородцы. Животных все чаще наблюдают у магазинов и школ. Местные жители говорят, что боятся за своих детей и даже за себя. Между тем, в городе пытаются бороться с проблемой. С начала года там отловили больше сотни хвостатых, но меньших на улицах города не становится. Эту пугающую стаю славгородцы заметили вечером в районе 17-го лицея. Впрочем, беспризорные собаки у образовательных учреждений бегают круглосуточно, говорят жители, как и по улицам. Очень много собак страшно за детей, за взрослых, за самих себя страшно очень, потому что бегают стаями. Никого пока еще знакомых не покусали. Бездомных псов в Славгороде становится все больше. Сделать жизнь людей и собак легче старается владелец местного приюта, причем единственного в Славгороде. Евгений Гайдадым рассказывает, что находит маленьких щенков брошенными буквально повсюду. Вот наша девчонка знаменитая, которую порядка трех лет назад привязали на границе Казахстана с Россией. Это не просто бросили, привязаны к столбу, в жару. А другие попадают к нему после отлова на улицах. Местные власти уверены, проблема усугубляется из-за самих же людей. Слишком безответственно жители относятся к своим питомцам, когда выбрасывают их на улицу. В городской администрации подчеркивают, что делают все возможное. На отлов и дальнейшее содержание животных власти города в этом году затратили больше миллиона рублей. В этом году у нас заключено пять контрактов на отлов этих животных. Мы уже в рамках этих контрактов было отловлено 137 животных. Находится который последний контракт, это 37 животных, 31 животное находится на содержании, пока еще в питомнике. Проблема с бездомными животными, говорят в администрации, то и дело выливается в непримиримый бой. Одни жители боятся, что собаки покусают и шлют гневные обращения, другие сами бросают своих питомцев, третьи ратуют за то, что усыплять животных нельзя. Выход стерилизации собак в приюте, после чего животных выпускают на прежние места обитания, если проявлений агрессии нет. В противном случае животные остаются здесь. И на их содержание выделяют всего 130 рублей в сутки. За щенков младше шести месяцев не платят вообще. Нам за них никто не платит, что мы их отловили. Это корм, это какие-то ветеринарные услуги, это все идет за наш счет. И щенков, как правило, всегда, особенно в осенний период, весенний, не меньше 30-50 штук всегда есть. Уже не на камеру владелец приюта замечает, что по сути содержит животных на свои средства. К примеру, на стерилизацию из городского бюджета выделяют всего полторы тысячи рублей. Хотя услуга у ветеринара стоит в два, а то и три раза дороже. А ведь это единственный способ сейчас хоть как-то повлиять на популяризацию бездомных собак. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Стоимость деталей для ремонта городских часов выросла в полтора раза. Тем не менее, обновить часовые механизмы удалось почти на всех конструкциях. По словам инженеров, на шпиле уже заменили блок управления стрелками. Часы на пересечении улицы Сакова-Малахова замены не требуют. А в доме на строителей 22 находится самый старый часовой механизм. Его планируют менять в следующем году. И на это потребуется порядка 300 тысяч, если цены не поднимутся, пока идет аукцион. В чем разница старого механизма и нового? Разница в том, что между ними примерно 50 лет разницы, как минимум. Соответственно, технологии раньше были совсем другие. То есть там стоят большие электромоторы, старые, советские. Все работает от них. Соответственно, приводы, редукторы, куча шестеренок. То есть чем-то напоминает механизмы на кремлевских часах, только уменьшенная копия. И, соответственно, требует много внимания, много затрат, сил, средств. А современные механизмы, они намного меньше, проще, эффективнее, экономичнее. Старые часы уже не могут запоминать то время, на котором остановились. Поэтому они отстают, приходится их подводить. А если говорим о новом механизме, то они? Новые они запоминают. У них уже современные блоки управления. Они способны запоминать и возвращаться на то время, то есть подгонять себя. Разговоры о спорте, жизни и будущей профессии на базе спортивного комплекса Барнаульского микрорайона «Затон» впервые прошла эстафета среди школьников под эгидой фонда по реализации социальных проектов имени Рафи Исраиляна. Ученики не просто соревновались в различных видах спорта, но и перенимали у наставников, именитых спортсменов, служителей правопорядка, главные жизненные ценности. Продемонстрируем. Вертушка, бросок, вертушка. Вертушка, мельница, бросок через бедро и с прогибом. Зрелищные приемы греко-римской борьбы. Сегодня их демонстрируют титулованные спортсмены барнаульским школьникам. Развитие детей. Потому что сейчас очень сложно, то что дети в основном телефоны, гаджеты, это все занимает очень много времени, чем спорт. У нас есть определенная цель воспитания детей. Это поставить голову, чтобы она думала не только как в спорте, так и в учебе, так и везде. Перед учениками чемпионы страны, кандидаты в мастера, полицейские сотрудники ГИБДД. Рассказывали о своем жизненном пути, успехах и сложностях. Чтобы дети видели реальных героев, как они выглядят, что тяжелый путь имеет место быть не только у них, а трудности в жизни нужно преодолевать и становиться сильнее. И в этом случае победа будет только за ними. Кто-то из детей слушал с большим интересом, ну а кто-то просто приятно коротал время. Я приехал сюда, чтобы прогулять уроки. Но я очень счастлив, что попал сюда. Здесь круто. Чем занимаешься? Я хочу поступить в военное училище. Может быть, мне будет легче из-за этого вида спорта, потому что в дальнейшем я буду уже физически подготовлен. Точно знаю, что буду работать в полиции. Помимо диалога с известными людьми края, в спортивном комплексе прошла эстафета среди школьников. Ученики четырех школ соседались в скорости, меткости и хитрости. Все это не только физически закаляет школьников, говорят организаторы. Но и способствуют развитию умственных навыков. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok